Приветствую и добро пожаловать в Days Gone. Твою мать! И как меня угораздило угодить в их ловушку. Это вся моя невнимательность. Если найдешь, сообщи. Но учти, полковник велел брать его живым. Да, понял. Конец связи. Ладно. Ну, я готов. Нет, погоди, я еще не готов. Сначала нам надо собрать все полезное с трупов этих отморозков. Мне показалось, это полицейская тачка. Сан-Джон, это Коури. Прием. Для тебя есть задание. Приезжай в Даймонд Лейк. Вас понял, капитан. Конец связи. Отвлекает нас Коури от поисков Тейлора. Ладно, давайте съездим в Даймонд Лейк и узнаем, что ему от нас надо. Где только этот лагерь. А то я в названиях лагерей не очень ориентируюсь. Вот оно, это задание. Значит, сейчас мы туда отправимся. Но сначала снимем лом с этой тачки. Пригодится для ремонта нашего корыта. Это радио Свободный Орегон. Правда, освобождает. До того, как все случилось, идеи о глобальном заговоре вызывали у всех только смех. Теперь никому не смешно. Такая хрень по всему миру. И в Индии, и в Южной Америке, и уж чего никто не ожидал, в этом оказалась замешана трехсторонняя комиссия. Это такая неправительственная контора, типа, радеющая за развитие сотрудничества между Северной Америкой, Западной Европой и Японией. Развили. Ничего не скажешь. Выбрали места, по которым пришелся первый удар. Но кто-то предал Америку. Не подумайте, ООН я тоже со счетов не сбрасываю. Они годами потворствовали террористическим режимом. Может, они и сейчас преспокойно продолжают забираться, просто без нас. А наши бывшие друзья заняли наше место в совбезе. Судите сами. Конечно, все это замутили в Неро. Но без помощи извне развязать такое невозможно. С вами Марк Копленд. Это радио Свободный Орегон. Не верьте лжи. Типа ты у нас один такой честный, да? Твою мать, на нас бежит пара фриков. Сейчас я быстренько с ними разделаюсь. И мы с вами продолжим наш путь. Да, убивать фриков битой, с прикрученными к ней пилами, это, конечно, полный улет. Так, ну вот это уже полицейская тачка. И да, в ней есть патроны. Которые, конечно же, нам пригодятся. Сможем ли мы быстро переместиться до лагеря? Да, сможем. Отлично. Это сэкономит нам кучу времени. Эй, да он же из отряда Коури. Откройте ворота. Капрал, Дикон, хорошо. Спасибо, что быстро откликнулся. Я понял, что это срочно, сэр. Так и есть. Один из наших в плену. В плену? Все бродяги в округе только и делают, что охотятся на нас. Я имею в виду, ну, на ополченцев. Похоже на то. Я отметил расположение на карте. Он совсем зеленый, Сэн Джон. Рядовой Рос. Итан. Я отправил его выслеживать группу мародеров, но, видно, опыта не хватило. Рядовой Рос. Я его не знаю, но я вытащу его живым, капитан. Удачи, Сэн Джон. Выполняй. Есть. Так, а где он? А, так у меня уже проложен к нему маршрут. Ну, тогда поехали. Единственное, нам надо заправиться. Не хотелось бы на полпути к цели остаться без бензина. О, боже, ты слышал, что случилось с доком Хименесом? Новенький ему горло перерезал. И еще лекарства стащил вроде. Да, да, слышал. Док был мужик, что надо. У меня заражение на руке было. Думал, конец руки, а он спас ее. В смысле, руку. Жизнь не спас. Да, док был в порядке. Так, лучше высокооктановое топливо, а одна порция. Так точно. Ну и давайте заодно байк прокачаем. Пока мы как раз забежали к механику. О, мы можем поставить бензобак побольше. Правда, я на него почти все деньги потратил. В кармане осталось меньше ста баксов. Че-то так мало цветов на выбор. Хотя мне очень нравится желтенький. Зато мы можем поменять основу на медную. Выглядит, конечно, так себе. Жалко, вот золотой основы нет. Я бы поставил такую раму. Еще бы нацепил на себя золотую цепь. И купил бы золотой калаш. И был бы полноценный цыганский набор. Ладно, погнали. Черт, как же нам далеко тащиться. А рядом с нужным нам местом нету фаст-тревела. Мое почтение. И будь осторожен. Как жизнь. Ладно, придется, наверное, переместиться во второй лагерь. От него всяко ближе будет добираться. Итак, мы почти на месте. Но мне сейчас не до этого. Итан. Итан. Лайк с того, кто понял прикол. Вы не можете меня в рогах пораньше предупреждать? А то я вечно на них налетаю и поднимаю тревогу. Хотя тут можно было бы сделать все по стелсу. В принципе, у нас еще не все потеряно. Давайте попробуем найти другой путь в лагерь. Дождемся, когда они успокоятся. И тихонечко их всех завалим. Отличный план. Так мы и сделаем. Ну-ка, ну-ка. Да, я знал, что здесь есть тайный проход. Так, давайте-ка их всех отметим. Чтобы знали, кто где. Давайте, давайте, успокаивайтесь. Расходимся, расходимся. Нечего здесь высматривать. Давайте, расходитесь. И ходите все строго по одному. Ясно вам? Тут чисто. Он где-то здесь. Ищите его. Черт, это же... Черт, подери. Как они у нас? КОНЕЦ Ну все, они меня достали. Пора действовать. Надо было ворота покрепче делать! Ты че орешь, идиот? Че, совсем сбрендил, что ли? Они нас не услышали. Эй, выходи! Поговорить надо! Нам нужны те, кто умеет держать пушку! Надоело. Хедшот! Вперед, мы сильнее! Этот проклятый хрен нас увидел. А следом и все остальные тоже. Ничего страшного. Просто примочим их всех в открытую. Да не скажи, что их тут было до хрена. Мы с тобой, Дикон, зачищали лагерей побольше. Это такой средненький аванпост. Не очень тут было много врагов. А вон и наш красавец. Капрал, как я рад, что ты здесь. Да? А я думал, ты хотел примкнуть к этим ублюдкам? Да нет. Кто ж знал, что они со мной сделают? Ну, ничего хорошего, это точно. А, ты как, сам отсюда выберешься? Да. Да. Спасибо тебе. Не пуха тебе, братишка. Не попадайся так больше. Ворота мы открыть не можем, да? Что гласит народная мудрость? Если что-то нельзя открыть, это можно взорвать. Ох ты ж, я на нас там громила бежит. Фиг ты меня догонишь, бугай. Мой байк быстрее будет. Должно быть где-то здесь. А вот и гнездо. Раз уж по дороге, то почему бы его и не сжечь? Тем более, как раз у меня один молотов. Отлично. На дорогах теперь станет поспокойнее. Блин, там еще одно. Ну все, молотовы у меня закончились. Так что с этим мы разберемся попозже. А может и не разберемся. Посмотрим. Спасибо, сэр. Я еще свяжусь с вами. Узнать, как он добрался. Конец связи. Ну вот, порядок. Сан-Джон, это капитан Коури. Прием. Жду тебя в Даймонд Лейк. Да, капитан. Так точно. Вас понял. Еще одно топ-задание. К сожалению, не могу я туда быстро переместиться. Мешают эти чертовы гнезда. Так что придется добираться самим. Для меня это займет минут пять. Ну а вас чудеса монтажа перенесут туда сразу. Прибыли. Капрал Сан-Джон, у меня для тебя важное задание. Да, сэр. Всегда рад помочь. Мы отправили патруль на север вдоль 97-й трассы, чтобы найти группу анархистов. Ты никогда раньше на них не натыкался? Анархисты? Это те ублюдки, которые оставляют за собой кучки камней? Да уж. Встречал пару раз. Давно это было. Я думал, их всех перебили. Как видно, нет. Я отметил их расположение на карте. Я отправляю тебя одного. Если они удерживают кого-то из наших... Да, понял. Я смогу вывести их оттуда живыми. Ясно. Командир патруля, сержант Мичалин. Мой близкий друг. Да, сэр. Я сделаю, что смогу. Я на тебя надеюсь, Капрал. Вольно. Хорошо, поедем выручать близкого друга Коури. Капрал, чем могу помочь? Ты что-то ищешь? Бензин нужен, да? А ты догадливый парень. Ух ты, какой бензобак. В стиле Death Stranding. Это он издает такой звук? Похоже, что да. Такой хай-тек бензобак, конечно, на нашем ржавом карете выглядит странно. Но эти два бака самые вместительные. Причем пофиг, какой из них я поставлю. Все равно мой запас топлива будет на максимуме. Да, я понял, что бензобак в этой игре самая ценная вещь. Потому что заправляться приходится очень и очень часто. А само топливо еще попробуй найти. Иногда, если топливо заканчивается, приходится бросать байк. И топать куда-нибудь, искать очередную канистру. Поэтому совет на будущее тем, кто будет играть сам. Заправляйтесь на каждой заправке. И с каждой долбанной канистры. Тогда проблем с топливом у вас не возникнет. Ладно, все, купил, что хотел, поехали. Так, что тут у нас? Давайте поедем на байке по этим следам. Не хочу я тут бросать моцак. Ёпрес, это медведь. А это еще кто? Эй, что? Что? Ну, сейчас медведь его разорвет. Спасибо, Мишка. Оказал мне услугу. Кстати, наш косолапый друг выглядит жутковато. И я заметил, что у него нет зрачков. Выглядит прямо очень клипово. Вон там еще один анархист. Мы как раз идем к нему. Откуда же они тут повлезали, а? Косолапый меня заметил, что ли? Твою мать, шевелись, Дикон. Не оборачивайся, мужик. Шахта, это здесь. Быстро мы эту пещерку нашли. Мне даже не пришлось идти по следам. Где ж ты прячешься? Шахта. Опять чертова шахта. Символы анархистов. Я на месте. Вы что, ребята, думали, что можно тут засесть и спокойно перехватывать у людей припасы? Камешки. Ага. Долбанные анархисты. Зачем ты разрушил их статую? Я, конечно, понимаю, что ломать не строить. Иди-ка сюда, друг. Молодец. Там еще его двое друзей. Хорошо, что я взял с собой пистолет с глушителем. Мне придется поднимать шумихи. Хотя я часто руиню стелс. Поэтому даже с пистолетом с глушителем могу облажаться. Вот так вот. Опять знак анархистов. Вот так вот. Отпустим. 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 Поехали. Декон, что ты делаешь? Наверх нам надо, наверх. Декон, что ты тут высматриваешь, а? Козлиная рожа. Поплатился за свое любопытство. Что за алтарей они тут возводят? Что это вообще за группировка? Да. Сидели бы вы, ребята, тихо! Играли бы в свои камушки! Хотели анархию? Нате, жрите! Тут еще один кто-то остался. Вот он. А мы уже можем заложника освободить. Привет, сержант. Ты Митч Аллен? Еще бы немного и спасибо. Спасибо тебе. Я думал, мне кранты. Еще бы. Ты сможешь выбраться отсюда сам? Да, да, да. Спасибо. Я тебе жизнью обязан. Я вернусь, расскажу им, как все было. Даю тебе слово. Это моя работа. Успешно тебе добраться. Нам тоже пора отсюда сваливать. Сюда фреки, похоже, понабежали. Как нам отсюда выбраться? Наверное, мне сюда. Угу. Значит, мы с тобой в правильном направлении двигаемся, да? Хорошо, хорошо. Так, ну, думаю, нам наверх. Вы тут откуда взялись? Отцепись от меня. Музыка тревожная заиграла. Обычно такой амбиент играет, когда их много. Зараза! Благо, здесь оказалось не очень высоко. Это я что, обратно свалился, что ли? Ёшкин кот. Я нахожусь в шахте, которая просто переполнена фриками. Да еще и не знаю, куда мне идти. Ладно, давайте искать выход. Музыка тревожная заиграла. Возюб credit. Тихо. Тихо. Ёпрессы ты. Откуда они тут взялись? Не, но они тут точно по скрипту появились. Когда мы освободили заложника. До этого их тут и близко не было. Новый добивающий удар Если вовремя нажать кнопку То можно убить долбанного фрика Отлично, мы почти выбрались Фух Капитан, я нашел вашего друга Он уже возвращается в Даймонд Лейк Молодец, Сальджон Я еще выйду на связь, узнать как он Отбой Но это потом А сейчас мне нужно добраться до байка Вон он да Или не он это Ну короче, он где-то там Жутковатые звуки Вот он, мой байк в кустах лежал Капитан Ну, эти следы свежие Это здесь Что тут у нас? Все, не уйдешь Мы его найдем Капитан Как там сержант? Вернулся? Он в лазарете Думаю, он полностью восстановится Спасибо Это моя работа, сэр И работа Блестяще выполнена Спасибо От меня Отвалите от меня Мелкие тваленыши Вот из-за них я спалился А Тейлор стала быть под охраной А вы кто такие? Его друзья-наркоши? Окей, сегодня мы с вами Будем гасить любителей дунуть Укрытие! Давай! Надо позреть Поехали! Да, сэр. Отбой. Мне надо попасть в угол. Вот так. Ну, лезь уже! Ранили! Ранили! Прикрывай, он выкрутит! Пригодится. Субтитры сделал DimaTorzok Пригодится Гори, ублюдок! Это еще что за чувак? Облажался я, бро! Не хотел я его убивать! И откуда он только там взялся? Док был хороший, он ведь, сука, он мне помог, он мне помог! Ну, вставай! Нет! Я не хочу в петлю! Я не хочу в петлю! Я не хочу в петлю! Нет, нет, нет! Я не хочу в петлю! Эй, слушай меня, Тейлор! Тейлор! Уэйк! 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 Я тебя, я прошу! Ладно, Уэйд! Это шприц с героином? Ну, хоть и умер под кайфом! Сэн-Джон! Я здесь! Передоз! Вот черт! Неси его наружу! Плевать, что человек натворил! Фриком тела не оставляем! Могу сказать одно! Полковник точно не обрадуется! Этот полкан какой-то садист! Людей вешает! Что это за средневековые методы наказания? Ну? Нашли его уже мертвым. Передоз. Вернули большую часть препаратов, но не все. Как будто мало несчастно наш мир повидал разложение. Как будто в нем и без того слишком мало безмозглых, бездушных тварей. Доставьте их в лазарет и на сей раз не вздумайте приставить к ним наркомана. Слушаюсь. Хочется верить, что второй раз они так не облажаются. Успокойся с миром, Тейлор. Ты был мне почти другом. Наш уровень доверия в лагере повысился, а значит нам, скорее всего, для покупки стали доступны новые детали и оружие. А еще у нас с вами припасено целых два очка навыка. Я на самом деле даже не знаю, на что их можно потратить. Все, что нам нужно, мы с вами уже почти прокачали. Осталась только всякая ненужная шалупонь. Не, ну вот всякая фигня, вот правда. Вот раздел выживания мы с вами вообще не прокачивали. Ну потому что здесь вообще очень мало полезных навыков. Вот как раз один из таких. Показ растений на миникарте. А знаете, для чего тут нужно сыграть растения? Ну, например, Far Cry, из них всякие инъекторы готовятся, крафтятся что-нибудь. А здесь растения используются чисто для продажи. Офигенно вообще. Травничество — это очень нужная вещь в этой игре. Важнее, наверное, только охота. Ну что, со мной свяжется кто-нибудь? Алло? Мне нужно задание. Позвоните мне кто-нибудь. Коури? Сара? Я жду именно вашего звонка. Господи, у меня такое чувство, будто я рекламирую секс по телефону. Дикон, ты слышишь? Это Сара. Мне нужно с тобой поговорить. А, да, я здесь. А ты как будто радостная. Просто я все поняла. Слушай, мне был нужен только секвенатор ДНК. Теперь я готова. Можно опробовать мою сыворотку. Ого, хорошо. А чем тебе помочь? Расскажу приличной встрече. Я пошла. Окей, сейчас подъеду. Я работала в обществе защиты животных. У нас был маленький офис и вольер для собак за пределами Систерса. Да-да, мы слышали уже твою историю. Стоп, погоди. Тебе нужен живой? Знаешь, трудно ставить опыты на трупе. Вот. Что это? Это сильный транквилизатор. Должно хватить, чтобы доставить в лагерь. Я так близка к цели. Осталось чуть-чуть. Я тоже очень надеюсь, что осталось чуть-чуть, ибо игра меня уже достала. Я вот поехал искать тебе шакала. Отлично, только мне нужен один вполне конкретный. Так, стоп, не понял. Конкретный шакал? К югу отсюда, рядом с Рим-Драйв, есть старая турбаза. Там теперь целая колония зараженных детей. Ну, шакалов. Ясно. Как доберешься, сообщи. Конец связи. Целая колония шакалов. Не терпится увидеть. Сэн Джон, ответь. Капитан, лейтенант Уитакер дала мне поручение, так что я сейчас немного занят. Понятно. Свяжись со мной, как закончишь. Мы готовы испытать оружие Уивера. Конец связи. Черт. Все-таки не получилось у Сары обогнать Уивера. Почему она же сказала, почти все готово? Сейчас мы и шакаленка привезем, и оружие будет готово. А, блин, у меня сейчас бесконечное топливо. Сара, я на месте. Сара, я на месте. Я уже несколько месяцев беру анализы крови у самых маленьких. Без них препарат не сделать. Ну ладно. И как мне ее оттуда вытащить, не поубивав всех остальных? Слушай, я не знаю. Придумай что-нибудь. Мне нужна девочка в красной футболке. В красной футболке? Пока не вижу такой. Сразу вооружимся нашей специальной пушкой. Она у нас заряжена усыпляющим дротиком. Вернее, несколькими. Так что, если что, у нас есть право на ошибку. Видимо, они, наверное, по дешевке достались, раз ребята так ими разбрасываются. Да. Инъектор Неро. А вот и мой наркотик. Я выберу концентрацию. ХП и выносливость я и так слишком часто прокачивал. Этих я уложил. Среди них не было той, которая нужна была мне. Ищем дальше. Проблема в том, что часть этих шакалов на крыше сидят. Может быть и нужная мне там. А, вот же она. Отлично, мы ее вырубили. Осталось разобраться с ее маленькими дружками, которые, гляньте, тут же спрыгнули и начали на меня нападать. Ну, держитесь у тырки. Отлично. Хм. Завалил. Это были последние. Нужен тебе живой? Получи живого. Ты срань! Ну, ты паскуда. Этот гад мне весь байк обоссал. Полковник не разрешает заводить питомцев. А лейтенанту нужен живой подопытный. Я смотрю, вы хорошо ладите с лейтенантом Уитекер. Подолгу службы, сэр. Службы ограничьте. Полковник не приемлет вольности между солдатами и офицерами. О, нет, нет. Ни в коем случае, сэр. Ну да. Продолжай. Слушаюсь. Служу России. Ну, помоги мне. Сейчас, сейчас. Сильный транквилизатор? У них в организме все шиворот на выворот. Чего ты хочешь? Слету дозу рассчитать? Ну-ка, подержи вот так. Подержи. Ну вот. Это то, на чем я работала. Долго еще? Сейчас, пару секунд. Держи. Что? Охренеть. Ни хрена себе. Долбануться. Ха. Ну. Фух. Не знаю, что ты там намешала, но сработало моментально. Твою мать! Стой. Так ты не оружие делаешь? Господи, ты пытаешься их лечить. Я думала, если добуду изначальную линию клеток из Кловердейла, получу антитела и смогу, и смогу деконструировать вирус. Господи. И теперь получается, что все это время я работала впустую. Мне их не спасти. Им уже никогда не стать нормальными. Короче, вставай и начни сначала. Ты не видел, что сейчас произошло у этого ребенка. Все клетки тела взорвались. Вот почему нельзя сдаваться. Что? Ты сказала, ребенка. А знаешь, сколько таких тварей я убил? И ни разу не приходило в голову, что ведь это же чей-то ребенок. Я знал одну девчонку. Она тоже говорила о фриках, как ты. Называла их больными. Я думал, она спятила. Она просто видела их, как ты. Ты думаешь, я спятила? Нет, нет. Впервые за два года я встретил вменяемого человека. Хорошо помню ночь, когда я потерял тебя, но... Теперь понимаю. Это было не когда я посадил тебя на вертолет, а через сутки. Мы с Бухарем приехали в лагерь, где ты должна была нас ждать. А там были фрики. Повсюду вертолеты горели, люди кричали. Так много людей. Мы дрались, мы победили. И что в итоге? Трупы. Трупы повсюду. Я смотрел каждый, каждое лицо. Их там, наверное, было тысячи или больше. И я смотрел каждый из них. Вот тогда я тебя потерял. А Бухарь... Бухарь, короче... Он два года ходил за мной, как нянька. А мне было просто насрать вообще на все. И тут я вижу вертолет Нера над башкой и начинаю что-то чувствовать. И я думаю, знаете, пошли вы! Пошли вы! Даже если она жива, Знаете, что я сделаю? Я ее найду, и мы уедем ко всем чертям. В гробу я видал ополчение. Не хочу я воевать. И не хочу я жить в лагере. Так почему ты еще здесь? Из-за тебя. Из-за всего, над чем ты так впахиваешь, забыв обо всем на свете. Большинство людей думают только о выживании. А ты пытаешься мир спасти. Ну, это... паршиво получается. Ну, в общем, вставай. Переводи дух. И пробуй снова. Поедем в Кловердейл. У них лучшее оборудование. Мы перероем все их записи. Ты серьезно? Будешь помогать? Да, буду. Буду, потому что ты в это веришь. Не сдавайся. Поедем на север. Да, мы поедем на север. Скажем, что за припасами. Но уже не вернемся. Мы дезертируем. Если нас поймают, они нас повесят. Но зато вместе. Мэм? Да. Дик, полковник тебя вызывает. Я сейчас. Собирайся, я скоро буду. Спасибо. Да, мэм. Собирайся, я скоро буду.